Дмитрий Ковалев 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 Вот хорошо бы там сейчас все атаку, посмотрите, но это уже концовка. Вот смотрите, удар. Ну, Алькин там, конечно, был, но вряд ли бы он успел добраться до этого мяча. По-моему, он даже уже начал выключаться из борьбы. Но вот так получилось, что за лучшего бомбардира Кристалла, которого мы только что обсуждали, всю работу выполнил Сергей Сорокин. И, похоже, даже ценой небольшого повреждения. Но нет, нет, показывает арбитр, что медицинская помощь игроку Синары здесь не требуется. Вот смотрите, как еще раз Соловьев дел передачу в свободную зону. А может быть, питерцы уже специально бьют в Сорокина. Соловьев и Сорокин. Да, Соловьев, Сорокин, Соколов. Удар Карпову. Гоу! А вот и рыба. Говорили мы про птиц. А гол-то забил игрок с рыбной фамилией. Да какая крупная рыба. Красивая от Павла Карпова сейчас. Рыбка или прыгал Дмитрий Ковалев, или каким другим способом, но спасти свою команду. Но вот в этом эпизоде он не смог. Хотя удар-то тоже был инсульнизмом. И справился Сорокин. Голевая передача. И опять, и опять, вот обратите внимание, в таком же шпагате попытался Ковалев отразить. Если бы мяч катился, если бы он шел прямо вот низом на нулевом градусе, на нулевом уровне, тут, я думаю, шансы на спасение у вратаря были. Но поскольку мяч пролетел у него над ногой, тут уж, извините, сетка всколыхнулась. Вынимает 1-2-1 и быстрый ответ. Белоусов, Абрамов против него. И в конце концов перехватили. Не торопится Абрамов. Смотрит, кого здесь задействуют. Шишкина, Герасимова решают в итоге действовать самому. Демин. Герасимов готовит забегание. Тем не менее, задействует находящегося на самом фланге Тимошенко. Тимошенко на Абрамова. Есть подключение с Герасимовым. Перед Абрамовым два человека. Но Абрамов Герасимова находит. Демин на столба. Да, по идее здесь Герасимов тоже подключается. Герасимов подключается и оформляет дубль. 18-й мяч Максима Герасимова. И вот Валерий Тимин записывает на свой счет результативную передачу. А сделано все было тоже классически. По-визовски, можно сказать. И давайте еще раз смотреть. Тимин стянул на себя троих на столба. Отпасовал назад. И Герасимову здесь осталось только не промахнуться. Были ли шансы у Дмитрия Ковалева отразить этот удар? Ну, наверное. По сути дела, вот этот момент Кристалл получил в подарок от соперника. Не знаю, был там кому-то отрисован мяч в предыдущем эпизоде, Швецову. Но сейчас явно была другая задача. Реабилитироваться в атаке. И это Валерий Тимин делает. Валерий Тимин. 4-1. Не забиваешь ты, забивают тебе. Лишнее подтверждение тому, что моменты нужно реализовывать. Если нет, то ты будешь за это незамедлительно наказан. И на 20-й минуте Валерий Демин. 4-1. Подача Тимошенко. Отскок от прострела Валеева. Передача Тимошенко. И Демин, под удар которого бросался по глазу. Пытался блокировать Кошелев. Плюс там еще Ковалев находился. В общем, однако на центральной линии по-прежнему ошибки. И Сергея Абрамова сбивают. И это прямая красная карточка. Это фол последней надежды. Да еще для кого? Для Андрея Алькина. Для лучшего бомбардира Кристалла. Тут же тайм-аут берет главный тренер Синара Евгений Давлетшин. Кристалл остается в меньшинстве. Подтолкнула Алькин в спину Сергея Абрамова. Два лучших бомбардира сошлись вот в таком вот противостоянии. Абрамов, Герасимов хватило. Хватило этого времени. Шесть секунд оставалось. Шесть секунд оставалось до того момента, как Кристалл продержался бы, но не продержался. И Валерий Демин теперь у него на спине и на груди количество его забитых мячей. Десять. Десятый номер забил десятый. Семнадцатый номер сегодня забил семнадцатый и восемнадцатый. Два дубля. Демин, Герасимов и плюс еще Карпов. Ну а Герасимов делает результативную передачу. И теперь у них с Валерием Деминым есть набранные очки и там, и там. Но это пока только по месту проведения. Уж когда там выигрывает он высокий мяч. Для этого такой довольно-таки эффектный прыжок совершает. Швецов обыгрывает. Здесь уже еще несколько передач пяткой. И вот контратака. Есть численная преимущество. Герасимов перекидка на Абрамова. И Никита Фахрудинов. Никита Фахрудинов забивает в пустые ворота. И тоже все довольно-таки будично, спокойно. Однако Максим Герасимов, пожалуй, этому рад. Герасимов Абрамова. Как никогда. Никита Фахрудинов. Это его седьмой мяч. Смотрите, как Герасимов, Абрамов. Герасимов здесь еще пропустил-то грамотно. И самое-то интересное. Смотрите, как здесь сразу четыре игрока Кристалла оказались вот в этой вот зоне, через которую мяч проскочил. Длинно. И не точно. Иванов чуть разминулся. И опять Соловьев. И один в один. И какой гол Белоусов забивает. Воспитанник визовской школы Антон Белоусов. Ну, а Соловьев. А Соловьев, по крайней мере, результативной передачей сегодня отметился. Поучаствовал в атаке. Это тоже немаловажно. Раздосадован Владислав Швецов. Ну, что вот он здесь мог сделать. Давайте посмотрим. Над плечом у вратаря он прекрасно видел прием, обработку. То есть, в принципе, не сказать, что это неберущийся мяч для голкипера. Ну, то, что он 100% на его совести, ну, тоже нельзя. А вот здесь Кирилл Ярулин. Стоило ему подключиться к атаке, как он тут же по центру нашел Григория Валеева. Передача на столба и нарушение правил. Ну, вот в атаке полезные, считайте, действия у Ярулина. Особенно, если сейчас в сценарии еще и розыгрыш этого стандарта удастся. Правила, кстати, нарушил Антон Белоусов. Второй фолк «Кристалла». Во втором тайме у Синары пока только один. Ну, логично, наверное, что игра проходит сегодня не особо грубо. Довольно-таки корректно. Демин, Абрамов, Ахруддинов, Герасимов. Довольно-таки серьезно Синары сейчас подходит к розыгрышу стандарта. Ну, что, Герасимов бить будет? Герасимов! Он не только бьет, он забивает. И вот это уже хет-трик. И вот это уже хет-трик. И это уже девятнадцатый мяч Максима Герасимова в Суперлиге. Разными способами он сегодня забил после передачи Никиты Фахруддинова, после передачи Валерия Демина на столба и после штрафного. Штрафного, заработанного отчасти благодаря Кириллу Ярулину. Так что и с этой заменой будем считать, Евгений Давлетшин угадал. 7-2. Еще одна атака Синары. Павел Карпов прорывается в штрафную. Миронов его, как может, останавливает. Борьба идет. И вот здесь неудачное движение Сергея Сорокина. За лицевую уходит мяч от Синары. И Сергей Сорокин. Пусть и попал мяч в руку, но от нее отскочил в сетку. 8-2. 8-2. Еще 10 минут есть у Синары на ту самую третью подряд домашнюю десятку. А Сергей Сорокин сегодня забивает и в свои ворота, и в чужие. Или что, автогол? Нет, нет, это автогол Миронова. Слушайте, все вернулось в торице. Сорокин пытался прервать передачу Миронова, забил свои. И теперь Миронов пытался прервать атаку Сорокина. Автоголы. Ну, кстати, даже Сергей Абрамов подошел к судейскому столику и говорит, ну сейчас-то зачем, ну зачем? Ну, время еще есть. И у Сорокина, и у Симыкина, и у всех остальных. 8-2. Синара выигрывает. Удар Ананьева. И еще один угловой сейчас будет. Ну, а Кристалл, я напомню еще раз. И от торпеда получил, а сейчас-то еще и забил. А сейчас еще и забил Роман Ананьев. 8-3. Дальний удар. Там, по-моему, тоже был небольшой рикошет. Команд много, я с вами согласен. И в свое время от Свердловской области было по две, или даже по три, или даже побольше команд в элитном дивизионе. Я еще помню времена, когда ВИС и Локомотив УПИ играли, и Альфа. Ну, со временем времена прошли. А Синара держится. Бабинщики, давайте отправим поддержку. Месси аплодисментов. Перехватывает Герасимов. Темин. И гол! Вот и Сергей Абрамов. И здесь тоже обратите внимание на магию чисел. Девятый гол забил девятый номер. А всего для Абрамова это 24-й мяч. И передачу. И передачу-то, какую ему сейчас сделал Валерий Демин. Ананьев и Ковалев Абрамова забыли. Итак, три минуты. Три минуты и семь секунд до того, чтобы Синара третий матч домашний подряд забила как минимум 10. Где можно приобрести футболку Синара? Либо приходите на матчи в Дивс, либо в клубном магазине на Кирова 28. Вся информация на официальном сайте клуба. Последняя атака Синары. Сергей Абрамов обводит. И забивает. Есть! Есть десятка! Третья подряд десятка Синары в домашних матчах. Вот это, мне кажется, точный рекорд. Я, конечно, все проверю. Даже уточню у своих коллег статистиков. Но, по-моему, такого в Суперлиге еще не... Ну, это, правда, не Суперлига. Предыдущий матч был кубковый. Ну, чтобы три подряд домашних матча. Причем с разными соперниками. От десяти и больше. Ну, вот и Сергей Абрамов оформляет дубль. Или там опять автогол. Нет, никого не задело. Абрамов, соответственно, 25-й мяч забил. За все звучит сирена. 10-3. 10-3 Синара побеждает Кристалл. Набирает три очка. И пока остается на третьем месте Кристалл на седьмом. На этом все. Завтра повторный поединок. Не пропустите трансляцию. В семь вечера по Екатеринбургу. Соответственно, в 17 по Москве и Петербургу.